Шёл первый освещенный пароход «Филипп» купца Булучёва. И ветчане были очень удивлены этому. В 1895 году появилась первая электроустановка на Бондюжском химзаводе купца Ушакова. Затем появляются электроустановки в типографии Майшева. В Вятке. В доме купца Чучалова. Затем были освещены вокзал, здание театра. А кто этим освещением занимался? Тоже купцы? Да, купцы. На каждую установку давалось разрешение губернатора. Боялись водить электричество, потому что оно связано с опасностью. И если сравнить рост энергопотребления... Первые установки были для освещения в основном. А вот с 1906 года уже начинается промышленное применение электрических установок. И прошений подавалось очень много. Не каждое прошение удовлетворялось. В промышленности это прежде всего в металлургической, в кожевиной. Вот в таких отраслях промышленности стали применяться электрические установки. А чем связано, что не всем давали добро на установку электрических станций? Ну, это, наверное, связано с тем, что, может быть, персонала еще подготовленного не было. И фабричный инспектор, он не всегда давал добро на установку электростановок, потому что боялись, что будет много травм. А ведь в ведении фабричного инспектора было следить за тем, чтобы травматизма не так много было. Тогда электричество еще боялись, да? Боялись, конечно. Практическое применение электрической энергии началось очень быстро, если сравнивать даже в мировом сообществе. В 1882 году были впервые освещены улицы Нью-Йорка. У нас, я вам сказала, в 1892 году прошел первый освещенный пароход. В Царском селе была построена первая электростанция общего пользования в 1888 году. У нас спустя 15 лет, в 1903 году, но если взять такой центральный город Кострому, так там первая электростанция общего пользования была построена на 10 лет позднее, чем у нас. А наша электростанция строилась по последнему слову науки и техники. И она была к 15-му году крупной по тем временам, потому что мощность ее в 15-м году составляла 490 киловатт, а если сравнить с Сарско-сельской, мощность ее была 505 киловатт. Да, есть чему поудивляться. А с чем это связано, что так вот вятичи вырвались вперед? Ну, я считаю, что наша губерния никогда не была отсталой во всех отношениях. И интерес, вот видите, к электричеству у Витчан тоже проявился очень рано, как только начали практически использовать электрическую энергию. То есть после изобретения электрической лампочки нашим русским ученым Ладыгиным и усовершенствования ее Эдиссона. И вот годом ранее такая электростанция была построена в городе Перми. Витчане об этом узнали. И пригласили немецкого инженера Гетцина, который заведовал электростанцией в Перми, для того, чтобы он разработал чертежи электростанции в Вятке и чтобы он руководил основными строительными работами. Но денег не было на строительство этой электростанции. И тогда обратились в Министерство внутренних дел России с просьбой произвести заем у частных лиц. Когда обследовали состояние городской казны, там всего лишь 10 тысяч было, на устройство электростанции требовалось около 100 тысяч рублей, то Министерство разрешило произвести заем у частных лиц. И когда обратились к частным лицам, ответы были очень разными. Например, управляющий вятским отделением банка отказал, решив, что электрическое освещение является вредным для зрения благодаря слишком большой контрастности между ярким ослепительным источником светильников и мраком окружающего пространства. Поэтому он отклонил любезное приглашение снабдить веренное ему учреждение электрическим освещением. А вот купцы выделили эти деньги. И прежде всего Надежда Эдвинова-Савинцева. Причем заем был предоставлен на 20 лет под 6% годовых. То есть очень щедро купцы обслужили эту идею, да? Да. У Надежды Эдвинова, кстати, ранее была своя электроустановка на одной из мельниц. Это на реке Евкинке. И вот она поняла, видимо, насколько это хорошо. И поэтому она, значит, выделила деньги на это. А принять заем было поручено городскому голове Паскребышеву, члену управы Башмашникову и вот Аркадию Михайловичу Васнецову. А управляющий этим банком, который отказал, вошел в историю электрификации края, как Ретроград, да? Так получается. Вообще поражает сам факт строительства этой электростанции. Вот мне иногда даже школьники, ребята, ну я имею в виду, что это не взрослые люди, они говорят, не может быть, что за один год построено такое прекрасное здание. Я им говорю, не только такое прекрасное здание, но еще и надо было завести оборудование. Это оборудование надо было... Да, и оборудование завозили. Это с завода Бари, итальянская концессия в Москве, из Лейпцига. Надо было это оборудование завести, скомплектовать и пустить в действие. И вот все это за один год. То есть идея возникновения строительства электростанции декабрь 1902 года, а торжественный пуск декабрь 1903 года. Никон, епископ Вятский и Слободской, пояснил, каким путем пытливый человеческий ум овладел силами природы, дарованных ей проведением. Вот как церковь отозвалась об этом моменте в то время. Так что и закладка электростанции, и пуск ее проходили очень торжественно. И то, что вот она в центре города появилась. Это тоже ведь интересный факт. Некоторые были против того, чтобы ее строить в центре города. Но противникам размещения было дано заверение, что она будет изукрашена. И автор проекта фасада здания, Эмиль Карлович Нюквист, известный у нас советский человек. Здание было действительно очень красиво. Причем, что интересно, электростанция имела башню. Даже она украшением служила, этой электростанции, но она служила для выпуска проводов. То есть это не только украшательский элемент, это еще и техническое решение. Вместо столбов... Да, провода расходились во все стороны, в зависимости от того, на какую улицу нужно было провести электрическое освещение. Для Вятки от всех новостей как-то водопровод, электричество, телефон. Одно есть утешение. Все это у города свое. Он не закабален разными спекулятивными компаниями, как другие большие города, например, Петербург. Все эти городские предприятия городу делают доход. В этом отношении Вятка опередила большие города. Даже, например, Лондон, Париж и другие. Вот куда пошло. Лондон, Париж и другие. Вокзал Вятка Пермская был освещен один из первых. Вы знаете, практически очень мало об этом известно. Известно, 1899 год. В 1901 году появилась электроустановка в концертном зале города Вятки. Там было 146 ламп, по 10 и 16 свечей. И в архивах я нашла, что концертный зал как раз вот... Это театр, здание деревянного театра. Я все время обращаю внимание на фонарь, который виден на этой фотографии. Он очень интересен. И все время думала, сколько же фонарей вообще в то время было. Ведь дело в том, что в 20-е годы, вот когда в Вятке устанавливалось 20 фонарей, об этом сообщалось в газетах. Это было событием по тому времени. А вот в доме губернского секретаря Моишеева как раз была одна из первых установок. Использовались лампы синего света для освещения типографии и жилого дома. Лампы по 10 свечей. А во дворе были устроены два фонаря. Каждому Кировчанину известна эта улица. Здесь очень много торговых точек. И вот в 1900 году в доме купца Чучалова появилась электроустановка. На первом этаже находились магазины разных фирм. На втором этаже находилась гостиница. И купцу Чучалову было дано предписание установить два фонаря для наружного освещения на углу улиц Николаевской и Спасской. Что он и сделал. Да, конечно. Ну а кто финансировал вот все это мероприятие? Сам купец. Сам купец. И впоследствии от этой электростанции были освещены губернская типография и издание общественного собрания. Нынешний музей и театр на Спасской. Хотелось вам показать лампочку Эдисона. Ее мы надеялись найти в фондах Краеведческого музея. Но, к сожалению, ее здесь не оказалось. Зато мы здесь обнаружили настольный светильник, в котором вот как раз и должна была использоваться эта лампочка. Я покажу вам, как выглядели первые лампы Эдисона. Лампа с угольной нитью. А затем она была усовершенствована. Угольная нить была заменена на вольфрамовую. И сразу же снизилось потребление электроэнергии на одну свечу. В фондах Краеведческого музея оказались редкие фотографии. Первые электроустановки появились не только в Вятке, но и в уездных городах. Вот даже в таком отдаленном уездном городе Малмыже у заводчиков Александровых в Совалинском имени была электроустановка. Александровы были очень крупные заводчики, и у них заводы были и в Слободском, и в Уржуме, и в других городах. То есть у них было много очень заводов, и они вели обширную торговлю. Но кроме того, у них еще был организован театр, специально выделен для этого помещение деревянным, который тоже был освещен. И была организована школа, где вот сейчас находится Савальский техникум. Очень важный момент в истории Вятской энергетики – образование энергосистемы. Назывался он Вятским энергокомбинатом поначалу, это объединение. И в его состав входили такие электростанции. Это электростанция спичной фабрики «Красная звезда». Первая теплоэлектроцентраль в нашем городе, которую сейчас все знают как ТЭЦ-1, а тогда она именовалась ТЭЦ комбинатой «Скош». Он поначалу планировался даже как подушвенный завод. И ГЭС номер 2 при лесозаводе в Нововятске. Ну и история строительства электростанции спичной фабрики «Красная звезда» тоже интересна. Вот тут и подводный кабель был проложен. Посмотрите, вот даже показано для передачи электроэнергии в Вятку. И тогда же не существовало моста, курсировали паромы через Вятку. Так вот паромы курсировали вверх и вниз по течению от этого кабеля, где он пролегал ни в коем случае, не пересекали то место, где он пролегал. А на берегу был сколочен огромный щит, и большими буквами было написано «Якоря не бросать, латанье спускать». Вот так его берегили. В энергетике работает очень много незаурядных людей. Александр Михайлович Норбеков приехал к нам в Вятку в 1926 году. Был приглашен на строительство электростанции спичной фабрики «Красная звезда». А до этого он работал управляющим Симбирской электростанции. «Красная звезда» «Симбирская электростанция была небольшой мощности, 400 киловатт. Она обслуживала только часть города для освещения, давала энергию водопроводу и хромовому заводу. И еще физприбор. И все. И больше не могла. Значит, им энергия была очень нужна. Ну и вот в это время задумали строить электростанцию в фабрике «Красная звезда». Причем ей самой фабрике нужно было киловатт 300. А электростанцию они по тем генераторам, какие купили, решили строить 750 киловатт. 750, а в городе 400 вся электростанция. И вот мы тогда, я очень этим много занимался, предложили городу, чтобы не думать пока о других электростанциях, а эту станцию «Спичные звезды», «Спичные красные звезды» использовать. Все это, дескать, гораздо дешевле стоит, их и лучше. И представьте себе, что очень трудно было доказывать в об плане и в других инстанциях, чтобы они согласились на это. Но для того, чтобы передать в такое расстояние, пришлось увеличивать напряжение. И вот таким образом город стал освещенным. Городу скоро понадобилось больше энергии. Так я поступил на лесозавод специально для строительства электростанции. Они приглашали меня в 1930 году. Ну, тогда здесь была очень маленькая электростанция своя. И небольшой лесопильный завод. Ну, и решили делать так же, как вот на «Красной звезде». Решили большой современный завод, шестерамный. Это большой завод для деревообделочников. И хорошо механизированный. Но опять-таки нужна электроэнергия. А взять не откуда. Значит, ведь надо тут же строить электростанцию. Ну, и так же для завода нужна была мощность всего киловатт 600 заводу. А дело в том, что станцию решили строить на отходах лесопильного производства. Вот опилуки разные. И по подсчетам оказалось, что этих отходов хватит на станцию мощности 4000 киловатт. Значит, предложили опять-таки городу. Ну, тут, конечно, очень много было работы и возни с электростанцией. Потому что надо было добывать всякое имущество, всякие нужные аппараты, нужные измельчины. Так кажется, вот когда станция вся скомпонована, то как будто ничего особенного. Все там стоит и есть. А оказывается, тут очень много всего. И бывает и маленькая станция, как на «Красной звезде», а многое нужно. Так что с электростанциями, конечно, надо смотреть как следует. Вам не хватает пяти лет до столетия. Да. Вы почти ровесник электрификации Вятского края. Вы считаете, что вы интересно, увлекательно прожили свою жизнь? Конечно. Хотя, скажем, электростанции были не самые совершенные. Но тем более мне нужно было кое-чего додумывать, придумывать. В том, работа была интересная. Очень интересная история этого макета. Он изготавливался в подарок Сталину, а оказался у нас в музее. И в учебниках, вот меня этот факт, например, всегда поражает, в учебниках он именовался как «Котел Киров Энерго». Вот есть котлы системы Шухова, есть котлы Таганрогского завода, там, Подольского завода. А это «Котел Киров Энерго». И почему был переоборудован у нас котел после войны? Котлы были переоборудованы. Дело в том, что до войны и во время войны не могли научиться сжигать фрезерный торф. А после войны автоматически стали подавать топливо в топку котла. Оно стало вдуваться в топку котла. Всё это повысило пароизоляторность труда в 50-м году в 2-го по сравнению с 45-м годом. Это наши энергетики кировские придумали, да? Да. А вообще переход на торф был тоже очень прогрессивным. Почему? Потому что вот первые электростанции у нас работали на дровах. И вы представляете, что такое? Подвести дрова, сколько лошадей для этого использовалось, для подвозки дров. Затем эти дрова надо было распилить, расколоть. Значит, машина по получению щепы, её адской называли, функционировала только на ГЭС-2. Это вот двухметровые брёвна. Надо было подать в эту машину, и она их, в общем, размалывала до щепы. Адская почему? Потому что перемалывала, да? Да. Да. И шум от неё такой, от этой машины. Так вот, только на ГЭС-2 была такая машина. А, допустим, на ТЭЦ-1, вы знаете, сколько надо было иметь колунов, сколько надо было иметь людей для того, чтобы подготовить топливо для электростанции? А ведь объёмы-то росли, поэтому надо было всё больше топлива подать. И представьте себе, что нельзя было остановить оборудование на ремонт, а вот дрова, они выводили очень быстро футеровку, выводили из строя, и колосники. Так что делали? В тот момент, когда, допустим, сырые дрова, кочегар лез в топку котла, на него надевали такую брезентовую одежду и поливали его, чтобы он мог в это время вот искорёженные колосники убрать. Вот каков был труд. И вот какова была идея электричества, что столько энтузиазма людям придавало. Вот когда я пришла работать в энергетику, я познакомилась с очень интересными людьми. И люди, обладающие многосторонним талантом, вот такие, как Георгий Венерович Пенегин, он не только талантливый инженер, руководил долгое время работой нашей системы, но когда вышел на пенсию, то несколько лет работал в архивах, собрал уникальный материал, в общем-то у нас в области нет больше такого исследователя этой темы, как Георгий Венерович. Вот он собрал уникальный материал, написал книгу «История энергетики и электрификации Кировской области». Ну а карьера-то ваша, как вот она развивалась? Как вы считаете, стремительно или очень постепенно? По-моему, стремительно. После фронта, после войны. Я в 46-м году поступил в Кирово-Энерго. И в конце 46-го года был замначальника технического отдела, потом начальником технического отдела, а с 50-го года главный инженер Кирова-Энерго. То есть вы в течение долгого времени были как бы вот главным лицом электрификации области, да? Да. Можно сказать, стратег электрификации края. Можно так назвать? Или нет? Можно. А вот орден Ленина. У вас награда эта хранится? Да. А где она? На костюме. А, на костюме, на парадном костюме, да? Да. Скажите, вот как вы относитесь к этой награде? Конечно, я был очень доволен, когда получил эту награду. Это в связи с успехами в электрификации сельского хозяйства. Мы тогда хорошие результаты получили за семилетний план. И я был представлен к этому ордену. Как вообще вот зародилась у вас идея создания музея? После того, как я вышел на пенсию, я стал членом союза, как он назывался, членом Совета Старейших Энергетиков. В Кирове был организован такой Совет Старейших Энергетиков. Я возглавлял историческую секцию. Тогда я стал ходить в архивы. Даже надо мной вот эта Зоя Васильевна Подвалова смеялась, что вы где перешли на работу в архив из Кировэнерго. То есть заменили одно место работы другим местом, стали в архиве? Да. Ну а вы что отвечаете? В архиве я каждый день ходил, месяцами. Года три у меня ушло на то, чтобы сначала в письменном виде оформить этот музей. Года три у меня ушло на то, чтобы не было. Сейчас вы видите карту электрификации Кировской области. А вот представьте, как всё это было. На ней чистокольчиком показана зона электрификации на конец 50-х годов. Обратите внимание, это совсем небольшая зона. Это зона вокруг города Кирова. Некоторая часть, не весь Слободской район и Халтуринский район. И если сравнить с масштабами всей области, а начиналось это всё в 60-е годы, и первым строителям приходилось проходить на военных вездеходах. И завершена была электрификация к началу 80-х годов. Сегодняшняя система — это 4 ТЭЦ. Наша кировская энергосистема — 4 ТЭЦ. Более 50 тысяч километров линии электропередач. Вот вдумайтесь в эту цифру. Более 50 тысяч километров линии электропередач. КОНЕЦ